Всем привет! Меня зовут Кирилл, вы на канале Автолоскоп. Сегодня поговорим о том, что такое лямбда-обманка. Напоминаю вам, что в машине есть так называемый лямбда-зон или лямбда-датчик. Это датчик, который измеряет остаточное содержание кислорода в выхлопных газах. Он устанавливается в выхлопной трубе и как можно ближе к двигателю. И вы теперь спросите, зачем измерять содержание кислорода в выхлопных газах? Для приготовления топливно-воздушной смеси необходимо определенное количество воздуха или кислорода и определенное количество топлива. Когда эти пропорции правильно соблюдены, то все это сгорает и превращается в выхлопные газы. Так вот, если в выхлопных газах есть повышенное содержание кислорода, это означает, что неправильно была приготовлена топливно-воздушная смесь. И необходимо внести кое-какие корректировки в ее приготовление. Иными словами, лямбда-зонд это очень важный датчик, который участвует в системе управления вашим двигателем. То есть он подает сигнал на систему управления и уже двигатель на основании этого датчика правильно приготовляет топливно-воздушную смесь. Кстати, о чем это я вам все рассказываю? На самом деле у нас на канале есть подробный ролик. Даже не просто подробный, а этот ролик находится в топе ютуба. Если вы наберете лямбда-зонд в поисковике, то будет наш ролик. По правде говоря, в современных автомобилях есть не один лямбда-зонд, а целых два лямбда-зонда. И второй лямбда-зонд устанавливается после катализатора. Вот в этом месте есть катализатор. Катализатор это такой прибор, который дожигает выхлопные газы для того, чтобы они соответствовали нормам, экологическим нормам, стандартам Евро-5, Евро-4 и так далее. В работе катализатора тоже участвует кислород. Так вот, именно второй лямбда-зонд, который измеряет содержание кислорода после прохождения вот этих всех химических реакций, отвечает в целом за правильную работу катализатора. Может показаться, что у нас очень много отсылок в этом ролике. Но у нас тоже есть подробный ролик про то, как работает катализатор. Ссылочка будет в описании. Кстати, если вам необходимо купить новый лямбда-зонд или любую другую деталь для вашего автомобиля, заходите на сайт автоостров.бай. Ссылочка будет в описании. У нас есть доставка по всем странам СНГ. И возвращаясь к теме, у нас есть два лямбда-зонда. Первый и второй, между которыми установлен катализатор. Так вот, как я уже говорил, со временем катализатор выходит из строя. И по-хорошему, конечно, необходимо покупать новый катализатор. Но проблема в том, что он достаточно дорогой, примерно там 700 долларов. И в странах СНГ принято просто его удалять. И когда его удаляют, необходимо как-то обмануть второй лямбда-датчик. То есть, не совсем лямбда-датчик обмануть, а обмануть систему управления двигателя, что катализатор работает. И катализатор на самом деле есть в автомобиле. Именно по этой причине и нужна так называемая лямбда-обманка. Основным симптомом того, что катализатор вышел из строя, будет ошибка на панели приборов. Эту ошибку как раз-таки инициировал вот этот второй лямбда-зон. И вторым симптомом является снижение мощности вашего двигателя. Условно, лямбда-обманки делятся на механические и электрические. Более простыми, конечно же, являются механические. У них тоже есть парочку разновидностей. Первая из них представляет, если бы я такую насадку, которая одевается прямо на лямбда-зон. Целью данной насадки является ограниченное поступление выхлопных газов на сам датчик. Так как там есть маленькое отверстие, то только лишь часть выхлопных газов поступает внутрь. И датчик думает, что эти газы уже соответствуют нормам, экологическим нормам. То есть, катализатор их дожег. Этот вид лямбда-обманки с отверстием подходит не для всех автомобилей. Все зависит от стандарта, согласно которому сделан двигатель автомобиля. Есть стандарты евро 2, 3, 4 и 5. Так вот, эта насадка с отверстием, ну, не все двигатели может обмануть. В некоторых случаях она работает хорошо, а в некоторых вообще не работает. Но есть и второй, более совершенный вид механической лямбда-обманки. Она представляет из себя тоже насадку, которая одевается на лямбда-зонт. Но это не просто болванка, а внутри этой насадки есть катализатор. Получается, что внутри этой насадки есть самый настоящий катализатор, который полностью выполняет свою функцию, но не для всех выхлопных газов, а лишь для маленькой части газов, которые попадают на сам датчик. Таким образом, мы обманываем систему, якобы у нас есть большой катализатор, но на самом деле все газы не соответствуют нормам. У этого вида лямбда-обманки с катализатором есть большой минус. Дело в том, что маленький катализатор очень быстро выгорает и теряет свои свойства, то есть перестает работать. Это происходит примерно за 80 тысяч километров пробега. И уже опять будет стоять у вас вопрос, как обмануть систему. Давайте рассмотрим электрические лямбда-обманки. Там тоже есть несколько видов. Самый простой такой случай, такой гаражный, это когда разрезают провода, которые идут от двигателя к датчику, и прямо вот в эту цепь допаивают какие-то там элементы. Резитор, по-моему, и конденсатор. Они якобы должны эмулировать правильную работу датчика. Но опять же, все это некий самопал, то есть там будет один режим, и двигатель не будет работать в оптимальном режиме на всем диапазоне его возможностей. Вторым видом электрической лямбда-обманки является более совершенное устройство уже с микроконтроллером. То есть там внутри есть уже некая логика, которая так уже конкретно моделирует, как работает этот лямбда-зонд. Это устройство уже подключается к системе управления, там есть определенная логика, алгоритмы, и оно достаточно совершенное. Я думаю, что никому не нужно объяснять, что вот это электрическое устройство с микроконтроллером дороже, чем все предыдущие виды лямбда-обманок. Кроме вот этих всех лямбда-обманок, есть напрямую способ просто перепрошить систему управления двигателем, понизить нормы до уровня евро-2, и в таком случае двигателю не нужен вообще катализатор. Он думает, что вообще его нет в системе. Как по мне, это самый опасный способ, поскольку вы вмешиваете систему управления двигателем, вы нарушаете заводские настройки, и все это может привести к плачевным каким-то результатам, например, будет повышенный расход топлива, или же вот эта настройка может слететь в самый неподходящий момент. Поэтому я считаю, что все эти лямбда-обманки – это пережитки прошлого. Если вы не думаете об экологии, подумайте о своем автомобиле, поскольку все эти махинации могут банально его сломать. В целом, это все, что я хотел сказать на эту тему. Надеюсь, что видео было полезным для вас. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и всего вам доброго. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok